Девушки отдыхают Это действительно так. Есть вещи, которые надо просто несколько раз послушать, послушать, потом начать действовать. Здесь то же самое, потому что я рассказываю о тех вещах, которые взаимствовать невозможно. Надо их постоянно думать, думать и в себе развивать. А сами говорят, как это делать, тоже тяжело. Единственный способ – много раз слышать. Это единственный способ. Или много раз прочитать. А потом задуматься. Прочитать – задумать. Это единственный способ. Другого пока в дальнем моменте нет. Дальше пойдем. Потому что мы рассказываем о мышлении, о способности развития. Девятий симптом – это финансовая программа. Сейчас скажу. Вот восьмой и девятий симптом – их лечение. Один, я сейчас расскажу. Финансовая программа. Внимание обратите, ребята. Суд в чем? Суд в том, что передедушие все семь симптом приведут, что появляется восьмой симптом. Формируется программа «Нехватка». А это все в самокупности приводит к девятым симптом. Девятый симптом – это финансовая программа. Финансовая программа уже – это точный трафарет мышления. Она полностью формируется. Когда финансовая программа формируется, уже финансовая программа управляет вашим доходом. Финансовая программа определяет качество вашей жизни. Финансовая программа диктует, сколько ты будешь в этом месяце зарабатывать. Человек не может зарабатывать, сколько он хочет, потому что он будет зарабатывать в рамках своего финансовой программы. Он в рамках этого зарабатывает. Знаете, я пару слов скажу про него, потому что это курс не про финансовую программу, потому что это селить 4-5 часов отдельный разговор. Есть несколько показателей финансовой программы. Первый показатель какой? Если вы заметили, доход у вас поднимается, 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 аперат падает. Поднимается, вот так падает. То есть получается что? Он до определенного цифра поднимается, если реально смотреть. Выше него не поднимается. Доход 24 часа работать, больше не будет. Парень, который базарит, например, грузчик работает. Как вы думаете, в день он зарабатывает, скажем, 500 сом. Доходы он каждый минуту будет с этой тележкой бегать, он может не зарабатывать. У него дойдет, самокупность тренда в неделю будет похожая цифра. Теперь, вот эта финансовая программа странная вещь. Она формирует стеклянный потолок. Это первый показатель. Второй показатель. Что я еще заметил по финансовой программе? Например, доход идет, 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 идет. Например, доход идет. Какой-то месяц вы хорошо начали зарабатывать. Потом обратно нормализуется. То есть доход поднимался вверх, а финансовая программа его возвернула обратно на ровный место. Эй, вернись. У кого было такое, честное слово? Знаете ли? Теперь смотрите, еще интересная вещь. Доход идет, 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 идет. Какой-то месяц доход падал. Какой-то месяц доход падал. Финансовая программа обратно возвращает его. Странно, но это так. Например, скажите мне, пожалуйста, у кого из вас бывало так, что в какой-то момент вы долго работали, больше полгода работали на зарплату, стабильнее зарплату получали. Например. А потом какой-то месяц вы потеряли работу, ну или мы ушли от работы, и несколько месяцев были без работы. Скажем, странным образом, странным образом, откуда-то ни возьмись, все равно похожая сумма, которую вы зарплату получили, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, подобный такой доход у вас все равно появилось. Неважно, это родители давали, или жена подарили, или кто-то там что-то произошло, но факт, что эта сумма появляется. У кого из вас бывало такое? Это странно, но это так работает. Я хочу сказать, что если дома дома придешь, лежишь, ничего не будешь делать, все равно в течение месяца, откуда-то ни возьмись, какие-то сделки появятся, что-то, что-то будешь делать, этот доход все равно появится. Потому что твоя программа работает. Финансовая программа действует. Один пример привяжу. Это был третий, да? Это второй, это третий. Вот это третий, четвертый пример. Классный пример. Алматик подходит ко мне парень, и когда рассказывает про эту финансовую программу, через день он приходит ко мне и говорит, да, Влад, странно. Я говорю, что? Он говорит, я понял, что такое финансовая программа. Я говорю, расскажи. И он говорит, я ровно два года назад, я открыл свой собственный бизнес. До этого я работал на зарплату, мой доход был 250 тысяч тенге. Я зарплату получал, 250 тысяч тенге. Теперь у меня, говорит, рекламная компания, у меня вот это экраны и так далее, аэропортую по городу, экраны. Рекламная компания, продаю рекламу и так далее, площадь, рекламу и площадь. Я говорю, честно, очень доволен, что у меня свой собственный бизнес. Я вечером после встречи с вами пошел домой, открывал свой компьютер. И я посмотрел, оказывается, ровно два года назад, вот это апрель месяц, он послушал мой тренинг. Два года назад я открывал свой бизнес. Я говорю, взял, открыл компьютер и почитал за 24 месяц свой доход, посмотрел, конечно, с отчетом минус расходы, приход, минус расход и так далее. И потом поделили на 24. Ну потому что за тренде же, 24 месяц. А как вы думаете, сколько у него чистой прибыль составляли ежемесячно? 253. Он говорит, я в шоке. Я говорю, почему? Я говорю, до сегодняшнего дня я был так доволен, что у меня свой бизнес, мне кажется, что я так хорошо зарабатываю, я поднимался. Вы представляете, говорит, некоторым есть хорошо, некоторым есть плохо. С целым тренде выходит вот эта цифра. А что держите его? Это же разве не это? Финансовая программа. Держите его, контролируйте его. Я вам сказал, пока не изменишь свою финансовую программу, ничего не будет измениться. Скажите, пожалуйста, вы знаете, ребята, которые отсюда уехали в Россию, чтобы работать, и хоть туда поехали работать, все равно тоже сами. Там тоже зарабатывают только те, которые и здесь были шустры, что-то делали. Правильно? И те, которые здесь не могли ничего делать, и там тоже ничего не делают. У нас есть такая поговорка. Оселью отправь в мяки, все равно ослом возвращается, лошадь не станет. Есть такая поговорка у нас. Он говорит, от того, что ты его накрашешь, он другим не станет. Это действительно точная народная мудрость. Это классно. Вот эта финансовая программа странно работает, но он существует. Он так и работает. Теперь, что я этим хочу сказать. Финансовая программа самокупности формируется от всех этих симптомов мышления и так далее. Но по поводу управления финансовой программой, у нас тренинг есть, с которыми я договорю, думай как миллионер. Когда-нибудь вам надо попасть на этот тренинг, особенно организация источника дохода. Я там даю 6 способов, как переключить финансовую программу. Ваша финансовая программа, как конвенционер. Вы его сами настраиваете, ребята. Поверьте, это так. Вы его сами настраиваете. Я хочу спросить. У кого из вас бывало хотя бы собственный опыт? Или у вас бывало случаи, что вы с кем-то, кого-то видели, что кто-то такой? Например, вы видели человека, который, когда ему деньги надо, он всегда находит. И найдет столько, столько ему нужно. Вы видели таких людей? Вы знаете, он вроде много не парится. Но когда ему надо, он сразу найдет эти деньги. Вы видели таких людей? Эта финансовая программа находят не они. Вы понимаете? Есть люди, которые миллионы вопросов решают, а есть люди, которые тысячи долларов не могут решать. Вы видели это? Потому что это финансовая программа. А у кого из вас бывала ситуация, что вам нужны были деньги, так срочно были нужны деньги, что в районе 2-3 ступок вы их нашли? У кого было такое? В тот момент их у вас не было. Каким-то способом они появились у вас. Да не важно как, но они появились. Это финансовая программа. Его надо научиться управлять. Потому что вселенные, вселенные огромные. Внимание, внимание. Пожалуйста, пожалуйста, то, что я говорю, внимательно. Вселенные, богатство мира огромное. Господь милостивит к нам. Он очень милостивен и очень много богатств в этом мире. И дает нам столько, сколько мы способны управлять. Рычаги здесь, как конвенционер. Пульт у вас в руках? В его контейнете, правильно? Или телевизор, пульт у вас в руках. Представьте, что села, пришел к вам человек, но он не знает, что пульт работает с телевизором. Он приходит, телевизор переключает, а вы оттуда сидите, нажимаете, он не могут понять, почему он такой стал. Бывает такое? Представьте, что он не знает, что это пульт. Бывает, но если человек не видел, откуда он знает. Он не могут понять, почему этот телевизор его не послушает. А на самом деле, рычаг у вас. Пуль там. Точно так же финансовая программа. Научитесь управлять финансовая программа. Я рекомендую, обязательным путем, когда будет как-то тренинг, организация источника дохода, вы должны там быть. Потому что кто мне послушает вот эту программу целиком, и попадет на организацию источника дохода, управление, вот это приключение, если он научит, у вас появится доступ к такой ценности, которую деньгами не купишь, и никто для вас не делает, ребята. Вы его, никто для вас это не сделает. Это же в магазине не продается. Да вы диван можете купить, машина может. Этого вы не купите. Его надо научить. Вы понимаете, о чем я говорю? Эти вещи, они миллиарды стоят. Потому что их тебе никто не подарит. И невозможно забрать, подарить, купить невозможно. Их надо научить, развивать надо. Это единственный способ. Спасибо. 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 Спасибо.